Лед тронулся. Вокруг только Волга и 9 членов экипажа. В Самаре установились плюсовые температуры. Основное русло реки уже освободилось от льда, а притоки пока скованы. Прокладывать дорогу весне помогает ледокол Портовый 13. Никаких суеверий. Портовый 13, отошел. За плечами Ивана Борисова 35 лет судоводительского стажа. В Самару мужчина переехал из Санкт-Петербурга. Говорит, огни северной столицы надоели. Захотелось попробовать на вкус волжскую романтику. На ледоколе Иван бороздит речные просторы уже второй год. За это время успел породниться с кораблем. Я еще в прошлом году почувствовал до середины навигации, где-то до июля месяца. Я еще так присматривал, а потом привык. Ну да, конечно, есть свои нюансы. Очень сложная техника бывает. А бывает, а бывает. Работает, а работает. На ледоколе Портовый 13 жизнь кипит. Трудится целая команда профессионалов. За чистоту на палубе и внутри судна отвечают матросы. Мотористы работают в машинном отделении. Смотрят за движками и контролируют уровень масла. Корабль пошел в бой. Задача – расчистить ото льда остановочный пункт поселка Подгалятино. Существует два способа. Корабль может раскачиваться или наступать на корку своей массой. А все для того, чтобы омики могли осуществлять переправу жителей. Быстро, комфортно и безопасно. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok